Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут священник Иоанн Тераутс, и мы с вами продолжаем разбирать послание апостола Павла Коринфянам, 11 главу. В 10 главе, что важно для комментария к 11 главе, апостол Павел говорил о том, что нам необходимо с вами помнить о благе ближнего, о славе Божьей. Мы встречаем с вами и другие слова апостола Павла. «Если искушают брата моего, не буду есть мясо вовек». Соответственно, апостол Павел продолжает эту идею. «Будьте подражателями мне, как я Христу». Это первый стих 11 главы. Он же завершает с собой мысль, начатую в 10-й. «Хвалю вас, братья, что вы все мое помните и держите предание так, как я передал вам. Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». О каком предании идет речь апостола Павла, и почему это похваление переходит в рассуждение об иерархии в семье, об иерархии между мужчиной и женщиной, и, естественно, Богом. Апостол Павел проповедовал в Коринфе на протяжении полутора лет. И, по всей видимости, все-таки некоторые моменты апостола Павла проповеди очень хорошо укоренились в сознании Коринфян. Хотя были проблемы, но были проблемы скорее нравственного характера, устроения церковных общин и так далее. Но мы с вами на страницах послания к Коринфянам не видим столько догматических проблем, скорее вот какие-то такие бытовые проблемы. Но апостол Павел хочет сказать этими словами, словами о главе жены мужа, о главе мужа Христе, о том, что мир, созданный Богом, он иерархичен. «А всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытой головой, постыждает свою голову». Здесь можно понять эти слова двояко. С одной стороны, свою голову, то есть, соответственно, постыждает себя. В то же время, если голова мужа Христос, то пророчествуя или молясь с покрытой головой, мужчина постыждает Христа, отделяет себя от Него. Далее. «И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головой, постыждает свою голову, ибо это тоже, как если бы она была обритая». Постыждает свою голову себя. Тогда понятно, почему это сравнивается с тем, что если бы она была обритой, то есть лысой. «Либо же свою голову», то есть мужа. Если бы этот стих стоял вне контекста и никогда больше не употреблялась бы тема покровения или откровения головы у женщины, а также вообще место женщины в общине, тогда мы бы с вами обратили немножко по-другому бы внимание на этот стих. Однако, мы с вами вспоминаем «женщина в церкви да молчит». Это апостол Павел говорит в своем послании к Тимофею. Если так, то значит она вообще не должна говорить в собрании, вообще не должна говорить в церкви. Соответственно, она должна быть с покрытой головой, что означает власть ее мужа над ней, и задавать мужу вопросы, которые она не поняла в церкви, и, соответственно, получать соответствующие ответы. «Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется, а если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается». Апостол Павел доводит иногда некоторые вещи до абсурда. Сегодня, конечно, наша культура предполагает, что женщина может выглядеть так, как она хочет. Тогда же, в патриархальный период, вообще в античности, в средние века, в новое время, да, в принципе, вплоть до 20 века, существовали социальные нормы, которые четко выстраивали систему, даже касающуюся внешнего вида мужчины и женщины. Скажем так, такого гендерного внешнего вида, правильного. Поэтому чаще всего в множестве культур мужчина посмигался, женщина отращивала волосы и покрывала голову. И, естественно, не носила очень короткой стрижки или брилась на голову. Это считалось моветоном, это считалось, ну, неким таким вызовом всему обществу. Поэтому, если ты не хочешь носить покрывало на голове, то тогда брейся, то есть тогда ты уже постыжен этим. Вопрос здесь складывается следующий. Апостол Павел рассуждает на тему покровения головы, но мы знаем, что многие христиане, в том числе современных поместных православных церквей, христианки не носят покровения на голове. Более того, нужно сказать, что власть мужа над женою каким-то образом можно увидеть через ношение кольца на безымянном пальце правой руки или на другом каком-то пальце другой руки. Все зависит от культурной особенности региона, о котором мы говорим. Так вот, может быть, это может заменить. Здесь, опять же, двоякий подход возможен. С одной стороны, Коринф и вот все эти предписания апостола Павла, мы будем сейчас с вами продолжать о них говорить, может быть, это чисто культурная составляющая, связанная с Коринфом. Может быть, это представление апостола Павла, тоже связанное с культурой Востока. Сказать, что это одинаково применимо сегодня, так же, как и две тысячи лет назад, сложно. Продолжим. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. «Ибо не муж от жены, но жена от мужа, и не муж создан для жены, но жена для мужа». Здесь апостол Павел явно отсылает нас к книге бытия и к истории сотворения Адама и Евы. Женщина была сотворена помощницей человеку. Но еврейское слово, стоящее за словом помощница, обозначает восполнительница бытия. Так же, как и ребро Адамова, это, конечно, не какая-то небольшая косточка, это половина Адама. То есть, женщина — это вторая половина. Без нее мужчина не может полноценно реализоваться. Это не значит, что женщина становится как некоторым таким слугой или рабом мужчины. Эта иерархия не представляет собою некое различие в достоинстве. Здесь апостол Павел говорит, что Христу глава Бог. Но мы же с вами понимаем, что когда речь идет об отце и сыне, мы говорим о единосущении, нераздельности Троицы и о том, что каждое божественное лицо в Пресвятой Троице равночестно, имеет равное достоинство. Но Христос часто говорит, что Он делает дела Отца и так далее, и так далее. Так же и между мужчиной и женщиной. Мужчина и женщина антологически равны между собою. Апостол Павел говорит, нет мужского пола ни женского, ни раба ни свободного, ни элина, ни иудея. Стираются границы во Христе социальные, стираются даже половые, стираются границы национальные. Но в то же время вот это соподчинение, подчинение друг другу в законе любви не принижает достоинства подчиняющегося. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею» для ангелов. Апостол приводит здесь, опять же, такое не всегда понятное прибавление для ангелов. Но при чем тут ангелы? Почему для них это нужно? Скорее, это нужно мне. Скорее, это нужно женщине, которая покрывает свою голову. Она должна, она может точнее, ассоциировать события своей жизни с событиями Адама и Евы. Как напоминание того, что видели ангелы в райском саду. Как напоминание того, как Адам пал через поснушание дурной идеи Евы. Это не значит, что Ева могла культивировать только дурные идеи. Нет, ни в коем случае. Но здесь речь идет о том, чтобы всегда иметь трезвую голову и спокойно рассуждать. Это очень важно. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе. Ибо как жена от мужа, так и муж через жену. Все же для Бога. Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытой головой. Не сама ли природа учит нас, что если муж растит волосы, то это бесчестие для него. Но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. А если бы кто захотел спорить, то мы не имеем такого обычая ни в Церкви Божьей. «Но предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что когда вы собираетесь в Церковь, между вами бывают разделения, чему отчасти и верю». Ну, теме разделений посвящены первые интересные апостола Павла в этом послании, первые поучения на Павловых, Аполлосовых, Кифиных или Христовых. Здесь речь идет, конечно, не о том, что они изолировались друг от друга, а скорее внутри одной общины формировали определенные группировки, определенные такие сектантские кружки, отождествляющие себя с определенными яркими проповедниками Слова Божия. «Ибо надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Греческая конструкция этого предложения предполагает, что здесь речь идет не о том, что они должны быть как нечто положительное и хорошее, а они должны быть как нечто неизбежное, как нечто, что так или иначе придет. Эквивалент разномыслию можно принять слово «ереси». Скорее здесь, конечно, речь идет не о тех ересях, которые потом осуждались на Вселенских соборах, но какие-то частные мнения, пускай иногда даже ошибочные. Они будут в ваших общинах, не бойтесь их, вы не будете абсолютно едины в плане своих мыслей, чувств и слов. Но, несмотря на это, стоит, чтобы открылись искусные, стоит, чтобы открылись те, кто сможет меня убедить в обратном. А дальше начинается учение апостола Павла, его поучительная часть насчет вечерей Господних. «Далее. Вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается». Итак, давайте с вами прокомментируем. Дело в том, что в апостольские века, о чем свидетельствует и книга Деяний, и вот Коринфин, это самое, наверное, большое и яркое рассуждение на эту тему. Также в послании Иуды Соборном и в ряде других мест Священного Писания говорится об Агапах, вечерях любви. Господь Иисус Христос преподал своим ученикам тело и кровь свои после совершения пасхального ужина, пасхального седора. Нужно сказать, что и первые христиане совершали литургию по вечерам. Ну, по крайней мере, так мыслится нам сегодня в историческом контексте. Также нужно сказать, что определенный период времени сохранялись так называемые Агапы, то есть молитвенные собрания, которые представляли собой некий такой ужин, после которого и совершалась Евхаристия. Однако, почему иудеи и христиане? Почему христиане, сам Христос совершил со своими учениками вечерю? Потому что именно с вечерей начинался день. Это были пастушеские сутки, это была традиция иудейская, начинать день с захода солнца. Сегодня мы начинаем день с восхода солнца, точнее, даже, наверное, с полночи. А потом уже восход солнца, и мы служим с вами обедней уже совершенно в другое время. Да и вечери любви сегодня прекратились из-за того, что на них в свое время люди тоже и упивались, и пренебрегали теми духовными мотивами, которые привели их сюда. Так вот, между людьми, собирающимися на эту вечерю любви, были разделения. А какие разделения? Всякий поспешает прежде других есть. Иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? Похвалить вас за это не похвалю. Итак, апостол Павел предлагает им поесть дома, а потом приходить причащаться. Сегодняшняя традиция православной церкви предполагает причащение натощак. Исключением из этого правила является, правда, болезнь, не позволяющая причащаться натощак. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите и едите сие из тела мое, за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». «Также чашу пустной вечери и сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Здесь явные мотивы по Русии, ожидание скорого пришествия Господа Иисуса Христа. Более того, конечно, стоит обратить внимание, что апостол Павел говорит, что принял это от самого Господа Иисуса Христа. Скорее всего, здесь речь идет о сверхъестественном откровении, а не через апостолов, посредственно. Дальше апостол Павел говорит следующее. «Посему, кто будет есть хлеб сие и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Но что значит есть и пить недостойно? Что значит вообще причащение недостойное? Мы никогда не можем быть достойны. Тварь не может быть достойна своего Творца. Грешник не может быть достоин безгрешного Бога. Но в то же время Господь приглашает нас, удостаивает нас. Более того, во Христе Иисусе мы приобрели особенное дерзновение к Богу для того, чтобы приступать к Его причистым тайнам – тела и крови Господних. «Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Что это значит? Дело в том, что мы с вами сегодня реализовываем это часто в исповедании своих согрешений, в некотором испытании своей совести, самоосуждении. Но в то же время история церкви знала, конечно, и другие варианты, и знает сегодня другие варианты подготовки к причастию. Но очень важно то, что не зависит от того, исповедуемся мы или не исповедуемся перед причастием, чтобы мы сознавали свои согрешения, и чтобы, подходя к чаше, мы чувствовали и знали свое недостоинство. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение о себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает». Так вот, осуждение и причащение в осуждение, это зависит не от того, прочитали ли мы каноны или не прочитали, прочитали ли мы последование или не прочитали, были ли мы на длинном всеночном бдении или на коротком, что там и так далее, какие правила мы сделали или не сделали. Тут вопрос живости и разумного подхода к причащению, когда я понимаю, к чему я приступаю, понимаю всю высочайшую честь, которой я удостоен, и свое недостоинство, которое при других обстоятельствах, вне любви Божьей ко мне, мешало бы мне преступлению к тайнам Христовым. «Ибо если мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, братья мои, собираясь на вечере друг друга, ждите, а если кто голоден, пусть ест дома, чтобы собраться во мне на осуждение, прочее устрою, когда приду». Этим заканчивается 11 глава первого послания апостола Павла Коринфина. Мы продолжим с вами разбирать и другие главы на библейском портале «Экзегет». Поэтому прощаюсь с вами. До новых встреч.